И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня вместе с вами я бы хотел бы обсудить то вчерашнее грандиозное обновление, которое у нас произошло в игре, которое произошло с трофейной Изидой и с её нерфом, хотелось бы очень сильно обсудить эту тему, узнать, что вы думаете по этому поводу, что связано с трофеями, потому что в моём понимании это точно не должно было так работать, но вчера мы в игре увидели очень интересную вещь, а именно нерф трофейного устройства, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас трофейного аккаунта, чтобы установить ему личный тег, тактим пэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланите форму, которая есть в описании. Что же касаемо вчерашнего списка обновлений, то вчера Орех выкатил у нас такую информацию о том, что пушка Изида, устройство Феникс, дальность действия луча нерфится на 5 метров, эффект вампиризма нерфится на 5%, шанс крита 30%, затрата энергии на лечение теперь в соответствии стандартной Изиде. У меня сразу возник первый вопрос. Во-первых, устройство трофей, как оно может нерфиться, если игрок потел, супер жестко набивал этого устройства, старался его получить, получил супер крутое имбовое устройство и бах, получил нерф супер имбового устройства, за которое он потел где-то на протяжении года, играл супер много и потом после набитого трофея, после того, как оказалось, что это имба, получил нерф трофейного устройства. Что будут думать те игроки, которые набивают сейчас, например, трофей на Изиду, да? То есть они по факту получат уже занерфленный трофей, но это еще цветочки по сравнению с тем, что у нас как бы трофейные устройства являются секретными устройствами, да? Это значит, что информация об этих устройствах имеется только у тех игроков, которые это устройство имеют. Только лишь те игроки, которые получили это устройство, могут понять, посмотреть механику действия, что дает это устройство в целом, и вся информация по устройству должна быть засекречена. Но! Выходит список обновлений, и в списке обновлений Орех рассказывает все параметры Феникса устройства. Я когда этот момент понял и увидел, я такой думаю, чего? Реально? Серьезно? То есть Феникс устройство, которое, ну, по факту должно быть скрытное, мы теперь получаем полную информацию по поводу этого устройства, да? То есть все ее плюсы, все ее минусы. Тогда, может быть, можно узнать информацию по всем трофейным устройствам, что делает трофейное устройство, какие у нее характеристики, какие параметры, да? И, ну, вот, например, да, то есть игроки получили, мы как бы видос записали, как бы уже там разобрались. Соответственно, по такой логике можно уже на Википедию выкатить информацию по всем устройствам, правильно понимаю? Тогда уже получается, скрытности этого устройства нет от слова совсем никакой. Поэтому мне этот момент абсолютно непонятен. Ну и сам факт того, что у нас Орех занерфил фениксное устройство, на которое чел потел очень жестко, это такой, конечно, грустный момент. Это отсылка к тому, что каждое феникс устройство может нерфиться, да? То есть в дальнейшем вы будете набивать трофейные феникс устройства, будете супермного потеть. И если вдруг ваше трофейное устройство будет сильное, не удивляйтесь тому, если оно потом будет просто нерфиться. Честно, я думал, что трофейные устройства трогать не будут от слова совсем, вне зависимости от того, насколько оно бы имбовое, не имбовое было бы, оно меняться в своем балансе не будет. Но, увы, я ошибался и реально Орех взял и просто занерфил трофейную Изидочку. Просто занерфил, да? Поэтому все те игроки, которые бьют сейчас Изиду, те, которые имеют трофейную Изиду, да? Кто-то, есть у меня информация, кто-то очень близко был к этой трофейной Изиде, да? Уже почти ее набил, уже будут катать на занерфленном устройстве. Поэтому, исходя из этого всего, сомнительное все это решение бить трофеи, да? Потому что я понимаю, что на дистанции, когда трофеев будет много в матчмейкинге, да? И все те устройства трофейные, которые будут по балансу хорошими, они все будут нерфиться. Они просто все будут нерфиться. То есть, условно, мы возьмем во внимание там 2-3 года будущих, да? Когда уже будет у нас там в матчмейкинге по 100-150 трофейных устройств у игроков, да? Ну, я имею ввиду в сумме, да? И я даю себе 100% отчет того, что если у нас уже сейчас, просто когда у одного игрока есть Изида трофейная, да? Ее просто берут и нерфят, то когда она, когда трофеи будет там у 100 игроков, у 150, у 200, там у 300 тысяч, говорю, у 300 игроков, то факт, что их занерфят и вероятность этого нерфа значительно, значительно больше, да? И этому я уже не буду от слова совсем удивлен. Поэтому бить трофеи или не бить трофеи сугубо ваше решение, сугубо ваш, ну не знаю, страх и риск, я бы сказал, наверное, так, да? Потому что вы теперь в своей голове должны четко понимать и давать себе отчет тому, что ваше трофейное устройство после того, как вы его получите, может быть занерфлено и занерфлено до тех параметров, которые по факту не будут давать никакого практически плюса, как легендарному трофейному устройству. Исходя из вот этой обновы, именно такой вывод я для себя сделал. Так что, решать уже вам, бить трофей или не бить. Как вы знаете, я в свое время начинал бить трофеи, и у меня на трофейном страйкере, на основном аккаунте набито практически 750 тысяч, да? Это самое большое количество, которое у меня набито из трофеев. Помимо этого у меня 550 тысяч на Диктаторе набито, 320 тысяч набито на Крусейдере. Тут еще по 100 тысяч, я даже не знал, что у меня тут по 100 тысяч уже на Хоппере на Васпике набито, на Шафте 100 тысяч откуда-то у меня тоже набито. Но в любом случае, даже на Фризе он, 120 тысяч набито. Но в любом случае, я не гонюсь на сегодняшний момент времени ни за одним из этих трофеев. Может быть, что-то когда-то поменяется, и я поставлю себе цель набить тот или иной трофей. Но пока у меня лично этой цели нет. Если у вас это есть цель, напишите, что вы вообще думаете по этому поводу. Будет очень интересно почитать комментарии к этому видеоролику. Выскажите свою точку зрения, позицию. Ну и как вы считаете, стоит ли тогда, может быть, открыть всю полностью информацию по трофейным устройствам, чтобы каждый игрок мог видеть те или иные параметры трофейного устройства. И из этого уже понимать, стоит бить трофей или не стоит бить трофей. Пишите, что вы думаете, согласны вы с моей точки зрения или нет. Если согласны, то обязательно поддержите данное видео с лайком, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.